Всем привет, ребят! Сегодня у нас в обзоре уникальный автомобиль, который я решил все-таки снять. Учитывая, что и находимся немножко не в стандартной обстановке в деревне, но решил не выпускать возможность и рассказать об этом автомобиле. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не важно какой у тебя автомобиль, но важно какой ты, чувак, хозяин. Это трек за советский автопром, что имеем мотор, мы читаем. Ну что, ребят, продолжаем, да? Не получается у нас с улицы и погоды нет, и тут еще некоторые товарищи атакуют. Смотрите. В экспедиции «Великий шелковый путь», да? Где он тоже с такими производителями, как BMW и Mercedes показал себя с наилучшей стороны, а где-то даже он их и перегонял. Иди отсюда, не мешай съемкам. Иди, иди гуляй, иди гуляй. Иди гуляй, иди погуляй, говорю. Иди погуляй. Вот, заняли они, значит... У меня цвет просто оранжевый, вот на меня, короче, реагирует. Ну вот как-то так, неспокойно тут в деревне. Значит, что хочу рассказать об этом автомобиле. Вообще, случайно попал на обзор, решил не упускать такой момент. Машина, вроде кажется, со стороны простая, но она нифига не такая. Это буханка, да, всем известная уже, вот. Проверенный временем автомобиль. Откуда вообще все началось? А началось все в далеком 1941 году, когда началась Вторая мировая война. Вот. В Москве, значит, была необходимость срочно эвакуировать все необходимые предприятия. Вот. Ну и в том числе завод, который в будущем уже стал именно тем, кем он сейчас является, да. Вот. Ну и, соответственно, название у него изначально было, когда они переехали с Москвы в Ульяновск. Название дали в честь Сталина. ЗИС. Вот. Ну и выпускали только авиабомбы. Только через год, вот, буквально в 1942 году, они начали задумываться, что пора бы и автомобили делать, потому что бомбы же надо еще возить на чертах. Вот. И поэтому стали выпускать. Первый автомобиль, который они выпустили грузовой, назывался ЗИС-5. Смотрите. Вот. Достаточно большой. Простой. На то время автомобиль. Вот. Помимо этого, они выпускали также стационарный двигатель. ЛЗ-2. Вот. Трехсильный. Трехсильный, да. Одноцилиндровый. Вот. Тоже пользовался большим спросом. Вот. Ну и в 43-м году уже, значит, Ульяновский, да, завод отделился, как бы, от ЗИСа. И они начали уже проектировать свой автомобиль, совершенно новый, Ульзис 253. Он, значит, был с дизельным двигателем, который, кстати, в то время пользовался большой популярностью у американцев. Как ни странно. И вообще, в 40-е годы этот автомобиль представлял серьезную конкурентоспособность перед европейскими странами, да, и, как бы, за океаном тоже уже знали. После Ульзиса надо было что-то еще. Поняли, что техника-то вроде неплохая. Надо что-то придумать. Ну, в итоге они в 49-м году создали УАЗ, первый УАЗ 300, смотрите. Но, как ни странно, этот автомобиль в серию не вышел и почему-то не знаю, что было с ним не так. История умалчивает. Они также продолжали выпускать Ульзисы, ЗИС-5. Вот. И в 54-м году, значит, в 54-м году появился, значит, отдел по проектированию. И создали уже новый автомобиль. Назывался он всеми известный ГАЗ-69. Вот. Ну, и уже в 1955-м году вышел в серийное производство ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Вот, смотрите. В 1956-м году уже начался экспорт в несколько стран, да, именно ЗИС-5. И УАЗ уже стал известен в 22-х странах мира. В 1951-м году появилась первая наша буханка. Смотрите, 450-я. Она, конечно, была немножко не такая, но, сами видите, формы почти те же самые. И до сих пор, до сих пор ничего не поменялось. Фактически все то же самое. В 1961-м году потом появилась, значит, версия уже типа рестайлинг. 451-я буханка. Вот, смотрите. Ну, она тоже. Они параллельно выпускались, да, помню, 67-го года вместе с 450-й. И, кстати говоря, в 1966-м году 452-я Де на международной выставке сельскохозяйственной техники заняла первое место, получив золотую медаль за свою проходимость и маневренность, да, вот, за счет этого. Ну и, соответственно, персонал, кто создавал это, да, все сотрудники получили орден трудового красного знамени. Тогда это очень была почетная грамота, так скажем, да. Ну и в 1971-м году было прекращено производство газа 69-го. На смену к нему пришел более обновленный, продвинутый внедорожник УАЗ 469-й. Смотрите. И он уже в 1974-м году, опять же, да, завоевал золотую медаль, получил за, значит, восхождение на гору Эльбрус, да, поднявшись за 38 минут, преодолев 4000 метров. То есть это на то время, это был вообще феноменальный результат. Следующей наградой было в 1983-м году за автомобиль Амфибия, назывался он Ягуар, смотрите. Этот автомобиль, кстати, до сих пор считается, блин, нет аналогов, в общем, ему. Также в 80-х годах с участием этого же автомобиля, да, Ягуара, была экспедиция, называлась она Великий Шелковый Путь. Там они проехали порядка 10 тысяч километров с такими брендами, как BMW и Mercedes, как ни странно это звучит. Это уже, в принципе, 80-е годы, да, уже на то время немцы-то тоже что-то делали. Но, тем не менее, они показали себя с очень хорошей стороны и даже на некоторых участках они обгоняли именно немцев, чем и заслужили уважение. Как-то так вот, награды за наградами, все, медали, 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 все, что-то получали, зарабатывали. Ну, тогда время такое было, что за все людей благодарили, да, государство не забывало. Это сейчас как бы. Ну, делаем, штампуем мы эти ВАЗы там, тазы. Никто уже на это внимание не обращает. Как делали, так и делаем. А вот этот автомобиль, у него реально очень много заслуг, потому что он и заслужил. Ну, не только этот. Разные, да, варианты-то были. Вот. Ну, и 90-е годы, понятно, там не прошли мимо тоже там. Потом пришел на замену 469-му УАЗику 3151. Они уже начали ложить акцент на комфорт, именно внешний дизайн какой-то, чтобы было лучше. За что, в принципе, тоже, опять же, награду получил этот автомобиль 469-й, да, за его проходимость. Вот. Ну, и как-то так, плавно мы подошли уже к 2000-м. Ну, а в 2000-х у нас появились что? Автомобили, значит, Хантер. В 2003-м, в 2005-м, по-моему, уже начали выпускать, который по сей день сейчас выпускает. Это наш любимый автомобиль. Это Патриот, да? Вот. Но в них, не буду в суть дела вникать, до сих пор выпускаются. Вот, Патриот. Хороший автомобиль. И по проходимости его сравнивают с... Даже с Land Cruiser 200-м, да, там, с Pajeric-ами. Вот. Вроде бы там ценовая категория, да, вообще разная. То есть там, допустим, ты купишь УАЗик там за 700 тысяч сейчас, а тот же Pajeric будет тебе стоить минимум 2 миллиона. Но, тем не менее, он конкурент, считается, да, по проходимости. Поэтому он пользуется спросом. Давайте уже к этому автомобилю перейдем все-таки. Сидим уже в нем, а рассказываем об истории. Это, значит, это буханочка наша 2009 года. Значит, вообще ее в народе называют санитарка. Ну, она реально использовалась в больницах. Я на такой же работал 7 лет назад. Точно такая же. То есть сбоку открывается дверь, да, вокруг окна. Все, да. Ну, и задняя створка дверей, да, двойная. Очень удобная в плане медслужб. Ну, сейчас уже, конечно, их заменили газелями. Средка где увидишь. Но, тем не менее, они еще остались. Модель, значит, она идет уже 396-я, 255. Кому эти цифры нахер нужны, я не понимаю. Ну, давайте, наверное, открою движок, покажу. Посмотрим, что тут у нас. Ручки, конечно же, здесь нету. Вот так приходится рукой подпирать. Ну, двигатели близко. Тепло, хорошо. Можно даже, кстати, завести. Ну, давайте расскажу. Это уже идет инжектор. Это 409-й движок. Предыдущий, кстати говоря, рядом Буханка. Вот с 2004-го года там уже двигатель более устаревший. Еще карбюраторный вроде как. Надо заглянуть. Вроде карбюраторный. 421-й. Здесь уже 409-й, продуманный двигатель. Более-менее. Более-менее экономичный. Все-таки инжектор, да, не карп. Вот, 112 лошадей, которые достигаются при 4250 оборотах. И максимальный крутящий момент 198 при 2500 оборотах. Но, я думаю, в принципе, это около дела для этого автомобиля. Вполне достаточно. Ему хватает. Опять же, 4-х ступка, да, как бы быстро на нем не поедешь. Максимальная скорость, по-моему, здесь 137 км в час. Вот, то есть, как бы так вот. Ну, в принципе, он простой. В плане обслуживания. 4-х цилиндровый рядник, да, 16-клапанный движок. Клапана сверху. Еще когда-то на этих машинах ставились нижние клапаны. Там они. Конечно, у них уже совсем другая мощность и надежность. То есть, эти уже движки. Ладно, хоть в этом они что-то поменяли. Закрою я, чтобы неудобно сидеть. Короче, как-то вот так вот. Даже на новых автомобилях, которые выпускались, люди покупали, выезжали с салона. И потом они еще месяц докручивали. Элементарно даже сиденья. Здесь, вон, блядь. Вот они реально вот так вот. На многих вот так вот были. Сиденья, блядь, не прикручены, ничего. То есть, сами прикручивали. Вот. Как-то так. Ну вот, внедорожник, да. Самое главное здесь внедорожье, понятное дело. То есть, здесь по говну месить самое то. Мы сейчас находимся в огороде, да. Тут зимой, когда снега полметра, он ползет. То есть, у них брод полметра. Я думаю, метр он может ползти и нефиг делать. И на нем, как бы, ты себя чувствуешь, ну, вот, уверенно, как ни странно. Он внушает тебе надежность, потому что ты не застрянешь. То есть, куда-то в лес доехать, вот, как на танке сидишь. Реально, такое ощущение, как в танке, блядь. Даже я говорю, и цвет-то такой здесь, как бы, цвет, он идет защитный, да. Ну, хаки. Он тебе дает, как бы, уже подсознательно, что это военный автомобиль. Создан для военных людей. И поэтому, поэтому люди выбирают его в деревне. Единственное, конечно, они гниют, как суки. Ну, что поделать. Такой металл. Вот здесь, как бы, да, это еще 2009, но, блядь, она уже такая, хорошо прогнившая. Что поделать. От этого никуда не уйдешь. Многие, да, задаются вопросом по поводу вот этой, как вот раздаткой пользоваться. Ну, тут, в принципе, все просто. Я так понимаю, здесь вот, объясню так, да, как я сюда сажусь, вот говорю, блин, уже 7 лет не сидел. Когда-то, забыл, как пользоваться. И я даже не помню, пользовался ли я по городу, когда ездил, там, на заднем приводе, по-моему, постоянно. Здесь вот два рычага. То есть, да, вот этот длинный, который, мы его, значит, вперед толкаем один раз, то есть подключаем передний мост. Соответственно, когда стоим на нейтралке, ни на ходу, ни в коем случае, он так не включится. Вот, и второй рычаг, первая, вторая, пониженная. И включаем. Все, и поперли. Ничего сложного нету. Хотя могли бы, да, что-то подписать, стрелки какие-то указать там. Но здесь ничего нет. Видимо, это и не нужно. Здесь уже установлен газ, понятно, для экономичности. Вот. Кстати, давайте заведу, как он работает. Трактор еще тот. Выключим. Видите, тут даже, блядь. Ага, сейчас. Вроде нейтралка, блядь, а машина поехала. Вот вам, блядь, и у вас. Тут уже, походу, коробки пиздец пошел. О, пошел. Вот сейчас мы на нейтралке стоим. Просто непонятно, когда нейтралка, когда нет. Это еще один минус, как бы, в этом автомобиле, то, что надо привыкать. Все, завели, потом перешли на газ. Лезли спокойно. Экономим деньги. Вот, ну что. Как-то так, здесь все по электронике. Почти ничего нету. Есть вот две, два выхода, да. У нас 7-вольтовые сокеты. Ну, понятно, вентиляция, противотуманка. Но самое необходимое там. Тут даже свет работает. Света здесь достаточно. Ну, как-то вот так вот. Че. Автомобиль. Как автомобиль-танк, бля. Зверь. Ну, просто за свои, да, насколько я сейчас знаю, они есть. От 600 тысяч. Такие автомобили новые. Сам нагазовывают. 600 тысяч большие деньги. Поэтому, смотрите сами, есть ли смысл покупать. Безопасности здесь полный ноль. При аварии здесь вот это все сминается. И вас просто отрезает. В лучшем случае, если у вас просто зажмет, да. А так, нулевая безопасность совершенно. Ноги и так далее. Страшная машина, на самом деле. В плане этого. Так что, если вы фанат УАЗа, если вы патриот российский, да, гордитесь страной. Хотите помогать государству, так сказать, пополнять казну. Так что, купайте что. Купайте автомобиль. УАЗ, уханка. Санитарка. Катайте что. Кстати говоря, этот автомобиль еще очень хорошо для тюнинга. Че с ними только не делают. И люк ставят. И два люка ставят, наверное. Не знаю, там, делаю, там, стол ставят, там, кровать, все что угодно. И вперед, короче говоря. Путешествую. В этом плане, конечно, он за эти деньги, как вот именно автомобиль путешественник, это, наверное, самый дешевый вариант. А если как внедорожник, я считаю, что за эти деньги он дороговат все равно. Потому что через пять лет он уже сгниет, если вы там не защитите его по-хорошему. А через десять лет вам уже его надо вообще на металл сдавать. Ну реально. Если особенно на улице он будет стоять. Вот он на улице стоит уже. Девятый год, да, он уже весь прогнивший. Потому что нет гаража, стоит в огороде и все. Поэтому этот момент надо учитывать. Но есть последствия, которые, да, ставят этот автомобиль в гараж. Будет беечевого, как зеницу ока. Ну, в плане, я говорю, в плане надежности, то, что ты не застрянешь, он вселяет в уверенность в тебя. Просто вселяет. Танк. Может быть, когда-нибудь мы протестируем его тоже. Он не дороже. Просто уже времени нет. Поэтому как-то так. Даже газ залипает. Уже настолько машина состояла, что я газ нажимаю, дом убираю. За машиной надо следить. Это как, я не знаю, блюнь. За бабушкой 90-летней. Так что... Делайте выбор. Стоит ли вам покупать этот автомобиль в случае проблем, которые возникают по ходу эксплуатации. Ну, именно в плане подвески, конечно, здесь все просто. Подвеска здесь идет зависимая. Передняя, задняя, да. На полуэллиптических рессорах. Она как бы... Ну, плюс еще там идут, значит, ароматизаторы, да. По два амортизатора на каждый мост. Ну, некоторые считают, эталон надежности, потому что именно автомобиль производился в первую очередь для военных. Ну, военные неприхотливые люди, че. Парни молодые, ездят, но все равно. Генерала же не будут возить на этой машине, а возить снаряды вполне. Таки-то опасно, блядь, сдетонирует при такой-то, блядь, качке. Ну, ладно, будем заканчивать обзор нашего ветерана войны, так скажем, да. Хороший, хороший автомобиль со всеми своими недостатками, которые у него есть. Все, давайте, пока.